Доброе утро! Вы смотрите новости в студии Анны Маскаленко и перейдем к выпуску. Зарубежные производители одежды приостановили поставки своих товаров в Россию. Теперь единственное место, где можно купить брендовые вещи, магазины винтажной одежды. Как они выживают в условиях санкций, разбиралась наша съемочная группа. Поставок больше нет. Так владельца барнаульского секонд-хенда Дарья Черепанова рассказывает о работе магазина после введенных санкций. Девушка продает только брендовые вещи и зависит от европейских поставщиков. А они приостановили сотрудничество. Сейчас у нас пока отсутствует опт. То есть мы не привозим большими объемами. У нас нет больших поставок, как это было ранее. То есть когда мы прям объявляли, что у нас приехала большая поставка, и это была прям большая смена коллекции, скажем так. Сейчас это все-таки вот прям какими-то мелкими посылками нам приходит. Владельцы российских секонд-хендов нашли выход. Обмениваются брендовыми товарами. Но этого все равно недостаточно. Вещи быстро раскупают. Для того, чтобы были средства на следующую закупку, цены на ассортимент вынуждено подняли. Люди не сразу поняли, почему произошло повышение цен. И ты пытаешься как-то лояльно объяснить, что это не для того, что мы в данной ситуации хотим как-то выгоду какую-то получить. А это просто неизбежные меры. Потому что далее не получится закуп, если мы будем работать по старым ценам. Несмотря на все, клиентов в винтажном магазине не убавилось. А в начале санкционной истории и вовсе, вспоминает Дарья, был ажиотаж. Связывает это с модой на осознанное потребление. Когда старым вещам дают вторую жизнь. Что в свете последних событий особенно популярно, по мнению девушки. Анна Москаленко, Евгения Величкина, Денис Кузьменко. Новости. К другим темам. Вакцина от COVID-19 CanvaCell может стать доступной для пожилых после третьей фазы клинических испытаний. Она запланирована на август. Об этом пишут РИА Новости. Напомню, ее разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства. В пресс-службе ведомства отметили. Показания для вакцинации этим препаратом для людей старше 60 лет могут расширить. А сейчас подробнее о ситуации с COVID-19 в нашем регионе. Поданным на 15 апреля в крае больше 264 тысяч инфицированных. Из них 251 601 человек выздоровели. 459 человек с подтвержденным коронавирусом проходят госпитальное лечение. Кроме того, 47 пациентов с подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с коронавирусом, также находятся на лечении в ковидных госпиталях. По данным Оперштаба, тяжело больных 119 пациентов. На аппаратах ИВЛ – 48. А я продолжу. В Краевой столице пройдет бесплатная конференция для предпринимателей. Эксперты расскажут, как сохранить продажи клиентов в нестабильных условиях. Получить полезные знания можно 21 апреля в 14.00 по адресу улица Балтийская, 16, кинотеатр «Формула». Закрытие фестиваля космоса «Я, Алтай, Вселенная» прошло сегодня в селе Полковниково. На мероприятии побывал летчик-космонавт, герой России Сергей Ревин. Он летал в космос в 2012 году и провел там 125 дней. Своим опытом он поделился с детьми, а также дал им напутственное слово. Сомневайся, Игорь. Сомневайся, что все законы планеты, звезды открыты. И верь, что тебе предстоит их открыть. После праздничного концерта воспитанники местного кружка традиционно запустили в небо действующие модели ракет. Отмечу. Региональный фестиваль «Я, Алтай, Вселенная» прошел в шестой раз. Он собрал почти полторы тысячи участников из разных уголков нашей страны. И на этом у меня все. Напомню, что больше новостей вы всегда можете найти на нашем официальном сайте. А также в группах нашего телеканала, в социальных сетях. Смотрите, читайте нас в Телеграме, во Вконтакте и в Одноклассниках. А также не забывайте присылать свои темы. О самых интересных будем рассказывать в наших эфирах. А я на этом с вами прощаюсь. С вами была Анна Москаленко. Хорошего дня и не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok